Добро пожаловать в очередное видео, посвященное кампании Total War Warhammer. В этом видео мы посмотрим кампанию The Imperium. До выхода игры осталось около двух с половиной месяцев, однако игра еще не приобрела окончательный вид, поэтому, возможно, что-то из увиденного будет слегка изменено и иметь несколько иную форму в итоговой версии. В кампании у нас отыгран 71 ход, и, как вы видите по карте, мы объединили провинции Мидланд и Рейкланд, начав с завоевания Рейкланда. Совсем недавно мы присоединили три провинции от фракции Хохланд, которая вела себя довольно-таки нагло в дипломатическом плане, и вследствие чего они лишились части своих территорий. К западу от нас Бретония, переживающая не лучшие времена. Большая часть ее провинций захвачена вампирами. Самая сильная провинция здесь Мусселанд, в то время как Борделукс все еще остается под контролем Бретонии, а Карак Норн под контролем Дварф. Рядом располагается провинция Висенланд, и еще дальше земли вампиров. Если мы посмотрим на дипломатический кран, то увидим, что наше положение довольно стабильно. Синие фракции дружелюбны к нам. К северу от нас орудуют банды орков, захватившие Нордланд, но они не представляют для нас угрозы. Друзей у нас много, а нашим основным врагом являются вампирские графства. В недавно захваченных провинциях для обеспечения большего порядка находится сам император, Карл Франц. Он ведет с собой мощную сбалансированную армию, состоящую из мощных мечников, рейс-гвардии, арбалетчиков и пистольеров. У самого Карла Франца есть несколько артефактов. Меч-быстрая смерть, зачарованный щит и обсидиановый камень, который дает ему магическую устойчивость на поле боя. Что касается навыков, то мы сосредоточились на боевых, пытаясь сделать его максимально сильным на поле боя. Карл Франц ездит верхом на Пегасе, который дает ему дополнительный бонус в чарджи. Чуть меньше внимания мы уделили навыкам на карте кампании, которые дают ему определенные бонусы на этой карте. Его линейка квестов все еще продолжается, и основной эффект, который от нее получен, это усиление магических способностей. У каждой фракции своя специфическая игровая механика, и для Империи характерны офицеры, которые доступны вот здесь, на панели офицеров. В качестве офицеров могут выступать лорды и легендарные лорды, и вы можете размещать их на те или иные должности. Высшую, конечно же, будет занимать сам Карл Франц. Для занятия той или иной должности необходимо достижение определенных параметров. Давайте назначим Ферикса фон Раукова на должность Казначея. Это даст увеличение дохода от торговли во всех наших провинциях. В этом меню есть несколько дополнительных вкладок, и офицера можно найти, открыв вот эту вкладку. Давайте откроем и посмотрим, что новый титул был добавлен к его имени. Давайте изменим его имя на более подходящее для этой должности. Переменовываясь можно любых персонажей, за исключением легендарных лордов. Давайте перейдем к городу Альдорфу и посмотрим на дерево технологии Империи. Технологии разблокируются по мере постройки особых зданий. Например, построив поле для сбора, вы дадите пехоте стать лучше. Так же, как и бараки, Кузница улучшает оружие и доспехи. Давайте откроем технологию, улучшающую оружие и доспехи легкой кавалерии. Альдор — столица вашей провинции, город, с которого вы начинаете кампанию. И первой вашей целью, скорее всего, будет распространить контроль над всей территорией Рейкланда. У нас уже установлен контроль над всей провинцией и возведено несколько построек, дающие улучшение юнитам и улучшающих торговлю. Давайте рассмотрим древо строительства. Здесь мы увидим, какие постройки мы уже возвели, и постройка каких зданий приведет к возможности найма определенных юнитов. Доход генерируется столицей благодаря постройке некоторых зданий и наличию специфических ресурсов в провинции. Например, у нас есть залежи глины в провинции, и мы развили инфраструктуру по производству глины и посуды. Если же мы перейдем к поселению Грунберг, то его древо строительства ограничено максимальными размерами поселения. В этой провинции развито разведение коров, что увеличивает прирост населения. Наш второй легендарный лорд, Бальфазар, столкнулся с хаосидским лордом Фейтором Смертоносным Металом. Бальфазар недавно присоединился к нам, поэтому он обладает довольно низким уровнем. Если посмотреть на его науки, то он основной упор делает на магию. Пройдя линейку квестов, присущих Бальфазару, можно существенно его усилить. Давайте разблокируем пару умений. Это Увидание Судьбы и Огненные Псы Гиены. Оба этих заклинаний являются атакующими. Вернем Бальфазара в Альдорф для поддержания общественного порядка. Вампирская провинция Мусылон распространяет определенное влияние и накладывает свой отпечаток на внешнем виде местности провинции. Вампиры также располагаются и к востоку от нас. Наш план на середину игры предполагает укрепление лояльности на подвластных территориях, и на тот случай, если на границах станет жарко, мы сможем призывать на помощь друзей. Теперь двинемся на северо-восток. Один из наших капитанов производит разведку на землях Хаоса. Руперт Солнечный Крик продвигается все дальше и находится уже не так далеко от самих земель Хаоса. На землях под контроль на Хаосу местность выглядит иначе, что видно уже вот здесь. Поверхность выглядит как вулканическая, с элементами лавы и вот такими артефактами. По мере углубления дальше, погода будет становиться все хуже, и местность начнет выглядеть все более и более враждебно. На этом все. Надеюсь, вам понравился краткий обзор компании The Imperium, следите за появлением дальнейших видео и, конечно же, подписывайтесь на наш канал Games Total Wars. Именно у нас вы первыми увидите переводы и русскую версию всех важных свежих видео о Total War. Субтитры создавал DimaTorzok